Все вы знаете о том, что, вернувшись в Молдову в 2014 году, я увеличил количество благотворительных проектов. Проектов на самом деле было реализовано очень много. Сначала я занимался этими проектами как физическое лицо, и хочу вам сказать, что этим я занимался всю свою сознательную жизнь. С тех пор, как у меня появились какие-то минимальные возможности. В 2015 году я стал учредителем благотворительного фонда, фонд, который все эти годы помогал людям. Это фонд Рината Усатова. Вы знаете, я когда получил вчера поздно вечером отчет о работе фонда за последние пять лет, просматривая те события, которые прошли за эти пять лет, конкретно читая и вспоминая о той или иной помощи, которая была оказана разным людям в нашей стране. Я был приятно удивлен, что все-таки фонд Рината Усатова оставил в истории неизгладимый след. Потому что у меня здесь короткая выборка по всем событиям, по всем проектам, в которых мы участвовали. Во-первых, всего фонд потратил порядка 50 миллионов лей за эти годы. Это помимо тех личных средств, которыми я помогал и помогаю людям. За счет деятельности фонда с 2015 по 2020 год были установлены на миллионы леев детские площадки. Получилось так, что фонд был ключевым спонсором всех мероприятий в Бельцах, пока я был примаром. Хотя он поддерживал мероприятия по всей стране. Неважно, это покупка спецтехники на 7 миллионов лей. Это поддержка футбола, это поддержка баскетбола, это ветераны Великой Отечественной войны. Это помощь студентам, поддержка медицинских учреждений и больных людей. Это более 2 миллионов лей только в этом году на борьбу с коронавирусом. Это социальные столовые, концерты, праздничные салюты, уличное освещение в 9 населенных пунктах, помощь в ремонте местных дорог. Благоустройство тротуаров, где речь идет о десятках тысяч квадратных метров тротуарной плитки в Бельцах и по всей стране. Это благоустройство парков и стадионов, памятников, помощь полиции, тротуароуборочная техника. Вы знаете, произошли некоторые изменения в молдавском законодательстве и было опубликовано 27 июля этого года в официальном мониторе. Значит, на дате 27 июля 2020 в официальном мониторе в официальном мониторе, лейжа приведема шире модификатори в актах и конституирования фондацилор. Одна из модификаций эссенциалована в арт. 13, лин. 1, литра Б, иначе, что организации некомерчале, в динумировании, не требуются принять номер персоналу деятельности публики, афлаты в действии функции, которые дают функции элективы, или функции экзекутив-политиков, или персоналу афлаты в функции деятельности партии политики, или организаций социал-политики. В течение 24 месяца, в дата интроярия в вигуаре, все организации некомерчале обязаны в соответствии с актуальными статусами и осуществляют, что люди, которые участвуют в организации и контроле, они принадлежат в условиях предупреждения. То есть, мы говорим о том, что фондация не может иметь номер «Лаун Поличан», «Лаун АЛЕС», чтобы сказать, что это депутат, что это премал. Ам... 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 Стат, ам дискутат с коллеги, ам дискутат с даманой Леон Гридскоп, с диндре фондации «Ренатол Сатэ». И-а мгнтит на у алтой динумире, ка са не мы можем акузаться, кае чинево... ашфачи Пиар. Здесь не был в инититива меа, кае неа пау ампо рут, а социальными динумире, а у спос учитывания. Но теперь мы должны быть в порядке лично я. Поэтому я установил, что мы должны поместить динамира. Мы продолжаем поддерживать людей из Молдова, после возможностей. Да, сегодня мы не можем, которые были. Но, в общем, даже в прошлом году 2020, в прошлом году мы оплатили 10 спортивных площадок, которые будут установлены в селах Иллинуца Фалерского района, в городе Дроке, в Бельцах. Мэрия Комуна Старая Татаровка, мэрия Цамбулы район Сан-Жирей, мэрия села Помпа Фалерского района. Значит, были по просьбе примаров, на день города были куплены трактора в мэрии Дандюшан и города Фалерс. Оплатили установкой системы контроля доступа в отдел соцзащиты в Бельцах. Значит, ремонт пищевого блока детского сада в Комуне Калугар. В Бурлаченах благоустройство парков в Кагуле. Также оказание помощи волейбольной команды. Значит, мэрия. Также села Калугар на ремонт школы. Село Князевка, район Львова, ремонт спортзала. Значит, тротуарная плитка для парка в муниципе Абалтии. То, что касается набережной городского озера. Значит, один миллион лей был выделен. Также тротуарную плитку попросили следующие коллеги-примары. Это Фалешт, село Эленуца, Фалешт, города Рыжканы, Кантемир, Вулканешты, село Дезгенжа в Гагаузе. Значит, и многие другие проекты. Значит, специально, чтобы нас не обвиняли в том, что каким-то образом фонд участвует в той или иной предвыборной кампании. Я всегда был против этого, несмотря на то, что нас иногда обвиняли в том, что мы там перечисляли какие-то деньги в предвыборную кампанию. Никогда фонд Рената Усатова в предвыборную кампанию ничего не оплачивал. И это является бронёй и спекуляцией. Но так как мы привыкли быть транспарентными, привыкли и всегда соблюдали закон, значит, мы вынуждены поменять название фонда, согласно действующего законодательства. Ну, переживают они за фонд Рената Усатова. Окей, мы поменяем название, значит, поэтому мы подготовили обращение в Министерство юстиции. И я предложил название фонда, с которым это лозунг, это лозунг моей жизни, всей моей жизни. И мы решили, что наш благотворительный фонд будет называться «Сила в правде». Большинство граждан страны знает о том, что это является девизом моей жизни. Поэтому «Сила в правде» — это всё то, что объединило людей вокруг меня. «Сила в правде» — это те люди. И наша большая партийная семья, которая, скажем так, появилась с начала 2014 года, как я вернулся в Молдову. Поэтому дальше мы пойдём с лозунгом «Сила в правде». Не только по жизни, а мы пойдём с ним, с этим же названием нашего благотворительного фонда. Значит, ввиду того, что 25 августа было заявлено, а именно с завтрашнего дня, что в стране начинается период предвыборной кампании. Поэтому именно в пятницу, в субботу, сегодня, в понедельник, мы и реализовывали все эти проекты для того, чтобы успеть. Значит, у многих возникало, появились в СМИ некоторые комментарии, что вот усатый, предвыборный, помогает какому-то селу, городу и так далее. Уважаемые товарищи, хочу вам сообщить о том, что в течение всех этих лет каждое село, где был мэр от нашей партии, он получал помощь 100 тысяч лей. Каждый год. Примарии городов получали помощь в размере 200 тысяч лей. Уже это трактор или тротуарная плитка, или детские площадки. Это примар в каждом населенном пункте решал это вместе с жителями этого населенного пункта. Поэтому мы это делали всегда. Мы это никогда не делали в предвыборной кампании, никогда делать не будем.